Захарашка, папа вниз поставил тебя, да? Ты тоже идешь к сестренке? Привет привести мои хорошие, мы как бы уже все поняли, мы дома у себя уже два дня здесь, но никак руки до камеры не доходят, потому что после перелета всегда есть чем заняться, всегда куча дел, я обветрила губы свои в процессе перелета, два дня почти разбирали чемоданы и была адаптация, у детей до сих пор адаптация, капризничают очень, особенно сынуля очень капризничает, но он у меня и так сам по себе капризничает вообще, но все можно вытерпеть, все можно перенести, главное чтобы было хорошо, спокойно, уютно, все мы переживем, даже Асланчик, Аслан как у тебя дела? Сынуля, даже не смотрит на меня, ты даже не смотришь, Аслан, когда мама тебя зовет, Зефра, ты хоть посмотри, у тебя как дела, расскажешь? как тебе дома в Турции? Идем к нам, расскажи, зачем сама себя бьешь, иди сюда, не пойдешь? что случилось? Иди сюда к маме, иди к маме, расскажи, как прошел перелет, как ты дома без бабули своей? сегодня она разговаривала с мамой, прям так улыбалась ей, смеялась, радовалась, кокетка моя маленькая А Аслан весь в делах, целый день, ищет что поломать, что разгромить, мой сын в своем репертуаре да, мамин? Баба-баба-баба вот так вот, пройдет немножко еще, наверное, времени, пока пройдет адаптация, и тогда я начну уже полноценно снимать свои блоги и так далее это что-то у меня повязало всем привет, мои хорошие у нас сегодня третий день, как мы дома, и вот только доходят руки что-то снимать все время дома были, пока раскладывались, пока адаптация к коту, пока все и вот сегодня вышли, сходили на рынок, купили овощи, фрукты и пока Зихрашка спит, он там в колясочке я решила Асланчика покатать и он доволен, ему нравится у Зихрашки адаптация проходит сложнее, чем у Асланчика хотя в первые два дня у Асланчика было больше капризов сегодня, третий день она очень капризная просто ну ничего, все проходит, все пройдет и это пройдет погода у нас хорошая такая сейчас вечер, вечер становится прохладно, поэтому я на них одела жакетики да мамень? ты доволен, да? Аслан? да? А-а-а... Да. Ты-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Ты-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Какой ты довольный. Да, как ему нравятся качели. А вот и принцесса проснулась. Да, мамина? Да, дочка моя проснулась. У нее сегодня температура 37. Дома меня. Зубики у нас лезут. Когда они все вылезут. Солнышко мое. Моя самая красивая. Да? Ты самая красивая. Самая, самая красивая. Птенчик маменьки. Да? Уже, ухро сегодня нет настроения. Она нас просто терпит. Спасибо. Ура. 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 Закончила что ли музыка? Привет, привет всем мои хорошие. И что ты легла? А почему она замолчала? Зифрашка. Это мы кусали пюре у нас в ручке. Да. Скажи, что скучали за мной? Ну, Аслан как всегда там ходит, сумки собирает. Давай. Аслан, ты куда с этой сумкой? Смотрите, да, на этого? Куда ты идешь, сынуля? Ты переезжаешь от нас? Да? Точно, переезжает. Это папа собирает сумку. Он едет завтра, по-моему, из соседних городов, где у него стройка. И там останется несколько дней, ночей. Итё, иди сюда. Давай, 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 иди сюда. Не надо полы облизывать. Они, конечно, чистые, но облизывать их не надо. Иди сюда. Иди к маме, иди. И что? Ты пришел сюда плакать? Он через меня приползает. Короче, мы в Измире, но все продолжается в том же духе. Это я случайно нажала. Дети как переползали, так и переползают через меня. Зехрашка болтает. Ей уже лучше, но температуры нет, чувствует себя хорошо, болтает, играет уже намного лучше. Уж капризов нет, по крайней мере. И она выспалась. Так, что-то там мой муж не находит, как обычно. Мужчины как маленькие дети, слушаешь. Тут вечно что-то ищут и вечно не находят. Вот. Смотрите, да, на эту маленькую маленькую? Тя-я-я, тя-я, тя-я, да, маминя, да? Тя-я-я! Тя осенушка. Ага. Аслан, что ты делаешь? Зехра все выбрасывает. Асланчик клеит. Цепляет на место. Зехра выбрасывает, да? Что это такое? Что у тебя? Покажи-ка маме, что это за фигурка такая? Это утка, что ли? Кто это вообще? Ой. Асланчик, а у тебя что, сынуля? Ты такой весь занятой, занятой, занятой. Солнышки маленькие, интересные мои. Это что у нас опять? Это непонятная какая-то фигура? Опа. Вот давай, 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 давай. Вот так, молодец. Вот так. Вот, вот, вот. Молодец. Зубочки, зубочки идут, у нас зубчики идут. Все, закрываясь, мои хорошие. Привет, привет, мои хорошие. Начинаю обзоры продуктов из Измира. Так, что, сколько стоит? Например, я заметила, что овощи подешевели. Это у нас фарш, как видите. Выбираете мясо, какое вам нравится, и перед вами делают фарш. Килограмм стоит у нас 41 лира. В рубли я не переведу. Ну, где-то 11-12 рублей, наверное, лира стоит на сегодняшний день. Лира постоянно бегает, поэтому переводите сами. Так, 41 лира килограмм фарш под говядину. Это тоже у нас говядина, цена 47,50. Ну, 48 лир, будем говорить. Так, это у нас крылышки, цена 15 лир килограмм. И ножки куриные, цена 9 лир килограмм. Крылышки здесь дороже, потому что часто их берут на, чтобы пожарить на мангале, для мангала. Вот такие вот цены. Ну, в принципе, это не самое дорогое мясо, так как в измере мясо еще дороже. Погода у нас сегодня суперская. Чуть попозже пойдем погуляем. Сейчас детки спят. Всю ночь был такой ливень. Посмотрите, у нас там вот вода собралась. Ливень, ливень прям был. Очень много, долго шел дождь. Вот. Малышата мои спят. Еще раз повторюсь, сегодня приходила свекровь. Она приготовила перчики фаршированные и принесла для своих внучат. Вот. Уже еда приносится не для нас, а именно для внучат своих. Ей не лень с утра встать, приготовить и принести. Вот так вот. Сейчас я вот это все по пакетам разложу. Я всегда раскладываю все по пакетам. Так удобнее доставать, когда вы хотите что-то приготовить. И нужно полностью весь ваш разомораживать. Мои хорошие, есть у меня вот такая вот кастрюля. Это скороварка. Покупала мне ее свекровь. В ней очень быстро варится и мясо, и овощи. Ну, все, что хотите сварить, здесь варится очень быстро. И вкус немножко отличается. Я ее, знаете, немножко побаиваюсь, потому что она иногда начинает возмущаться, и отсюда выходит водичка. Ну, это бывает иногда. Иногда она все хорошо и быстро варит. Закинула кусок мяса, туда посмотрим, насколько вкусненькое и мягкое будет мясо, как обещали. Обещали, что это мясо очень мягкое и нежное. Что ты делаешь, сынуля? Ты виноград кушаешь, да? Да? Вкусный? Кушай, солнышко кушай. А зачем ты выплевываешь? Чтоб мама за тобой собирала, да? Да? Угу. Конечно. Да? Нет? Мама съест. Тип-тип-тип. Тип-тип. 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 Закрашка спит. Он тоже спал, только проснулся. Это у нас прическа, видите, после сна. Красивая такая. Сейчас Зихрашку подождем, покушаем и пойдем гулять. Ты пойдешь гулять? На, вот. Где, мамина? Виноград без косточек специально для детей выбирала. Так как сынуля любит. Вчера мой сын был первый раз на детской площадке. Вот здесь, в Измире. Ему понравилось. В Махачкале мы были на детской площадке? В Измире, конечно, не были. Ему понравилось. Он за всеми девочками наблюдал. Синуля. Аслан. Тебе понравилось вчера на детской площадке? Те, ты что делаешь? Что ты делаешь? Вот так я все заедаю за своими детьми. Закрываем. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.